Мир Божий вам, дорогие друзья! Я особенно рад приветствовать Алайна. И благодарю, что ты пригласил меня на эту встречу. Для меня очень интересно услышать голос невесты. Я повсюду ищу этот голос. И где бы я ни был, и в каких бы местах я ни был, я все время пытаюсь услышать ее голос. В этом голосе можно очень много прочитать, когда она поет или говорит. Можно услышать болезни, можно услышать здоровье, можно очень много почерпнуть. Недавно я пережил опыт иступления на одном молитвенном собрании. Этот опыт дал мне больше знаний и наставлений, чем многие учения, которые я раньше читал в книгах. Где-то на полтора-два часа я был вне себя и увидел, что церковь должна была быть готова к этому. Но она не была готова. Хотя наши люди тоже имеют такой опыт, и они пятидесятническо-харизматические люди. Но такого глубокого иступления у меня еще не было публично. И я увидел, что церковь нуждается в более глубоком хождении в Боге, чем просто пребывание в проповедях, которые вдохновляют и возбуждают. После этого как будто бы окно между вечностью и земной жизнью, оно открылось. И я чувствую иногда, что я нахожусь на грани перехода. Я думаю, что об этом писали апостолы, которые чувствовали этот переход. Я, конечно, сейчас говорю не для того, чтобы как-то или похвалиться, или еще для чего. Для меня это назидание, послание от Бога к нам сегодня. Насколько наше учение соответствует опыту хождения с Богом? Насколько это целостное единство? И те откровения, которые обычно у нас уже по прохоженным рельсам идут, они создают определенный тип узости мышления о христианстве. Незадолго до этого я был взят в одно тоже видение и перенесен на край Вселенной. И я, к удивлению своему и к испугу своему, был шокирован тем, что у Вселенной есть край. То есть, есть место, где Вселенная заканчивается. И потом я размышлял, почему я увидел это. Я понимаю сейчас, что Бог находится не только за пределами нашей церкви, нашей деноминации, нашего христианства, но даже за пределами нашей планеты Он занимается Своей работой. И мне стало очень интересно, что Бог делает за пределами наших церквей. Это очень сильно раздвинуло мои пределы в жизни, в понимании жизни. Несколько мыслей, которые я коротко хочу поделиться. Нам нужно сегодня различать между неизбежными вещами и теми вещами, которые мы можем изменить. И Даниил видел вещи, которые должны были произойти в истории со зверями, когда была битва зверей. И это Даниил видел эту духовную брань, которую Бог показал ему. И странно молиться против того, что неизбежно. И нам нужно сегодня иметь критическое мышление. Западное христианство подарило нам мышление веры, которая боится негативного мышления. Оно всегда настроено на позитив. Но иногда нам нужны божьи сомнения, которые дает Бог, чтобы подвергать испытанию вещи, которые мы видим вокруг себя. Я думаю, что критическое мышление всегда было частью пророческого духа на пророках. Другими словами, они подвергали сомнению те вещи, которые они видели. В другом смысле, они вопросили и тестировали вещи, которые они видели вокруг них. И для того, чтобы объективно оценивать состояние церкви, нам нужно увидеть, в чем церковь находится и путь, по которому она идет. И сегодня нам нужно научиться быть объективными, когда мы делаем пророческие выводы. Это приводит нас к способности покаяния. А вы знаете, что покаяние всегда остается актуальным для христианства. Как частное покаяние, так и тотальное покаяние даже на уровне народов. Сегодня в России мы переживаем определенную ситуацию, и в других странах есть другие ситуации. Но Евангелие работает, должно работать для всех стран. Я слышал сегодня от двух проповедников о помазании Мелхиседека, и меня это порадовало. Вы помните, что Христос не был христианином. И Бог не был евреем. И нам нужно более глубоко интегрироваться в систему мира, чтобы нести туда помазание царя Салима, то есть Мелхиседека. Со многими людьми, которые не ходят в церковь, Господь работает на этом уровне. И церковь нуждается к возвращению к вечному, чистому Евангелию. В Откровении 14 главе написано про ангела, который нес Евангелие. Он летел прямо посередине неба. И то, что он нес, написано, что он нес вечное Евангелие. Не времен Римской империи, или средних веков, или сегодняшнего времени. Его Евангелие было вечным. Что же это за вечное Евангелие? И написано, что благовествовать всем живущим на земле. Убойтесь Бога. Воздайте Ему славу. Ибо наступает час судов. И поклонитесь сотворившего неба и землю. И это есть составляющая вечного Евангелия. И в результате за ним шел другой ангел, который говорил, что теперь Вавилон упадет. И он упал. Не политизированное, не психологическое, не философское Евангелие принесет падение Вавилону. Но вечно Евангелие. И старые мехи не справляются с новыми вызовами. И вы знаете, как Евангелие мигрировало из Иерусалима в Европу, из Европы в Америку, и потом снова стало возвращаться в Израиль. И сегодня есть очень много франшиз, которые представляют Евангелие. Но являются ли они апостольской моделью? И сегодня наши стандарты должны быть совместимы с апостольскими. В отношении силы, славы, премудрости, влияния, свидетельства. После пандемии некоторые зали заняли позицию в ожидании. После пандемии многие взяли позицию в ожидании. Или игра в дары. Или духовная борьба с духами-мельницами. Но хотим мы того или нет, церковь однажды столкнется с реальностью Антихриста. И помимо всех разных игр и сказок, нас ждет реальное сражение, которое будет на жизни и смерти. И в учении есть очень много приоритетов, такие как исцеление, благословение, процветание. Но также есть совершенство, полнота, миссия. Я верю, что сегодня Господь сдвигает нас на новую площадку, на новую площадь. Пророки могут чувствовать эту мистическую печаль мирового греха. Я чувствую ее, и я не борюсь с ней. Я несу ее. Я хочу ее нести. Иисус не сбрасывал с себя печаль мира. Он ее нес. Но многие церкви сегодня хотят ходить по поверхности, чтобы иметь хорошее настроение. И сегодня нам нужно возродить откровения, вечные откровения Евангелия. Их восстановить. Такие, как новый человек. Бог интересует новый человек во мне больше, чем мои дела. Насколько во мне нового человека. Именно новый человек будет царствовать на небе со Христом. И когда я был взят в эти иступления, которые пережил, они активировали нового человека. Если ты возьмешь сегодняшнего христианина, он ищет Христа как субстанцию. Что значит для вас присутствие Его среди вас? Это значит, что Христос приходит и невидимым образом дает себя почувствовать? Но Павел говорит, что он уже открыл эту тайну для язычников. Христос в вас, надежда славы. Тысячи христиан, миллионы христиан просят, чтобы Христос пришел к ним. Но Он в нас. И мы сделали из присутствия Его культ, который очень странный культ. И зачастую это не работает. Больше похоже на магию, чем на мистику. Посмотрите, даже моя проповедь сейчас кажется очень негативной для некоторых из вас, но она является критической. После того, как Господь взял меня в духе и выступлении, и открылось окно между земным и вечным, я не чувствую этот контраст перехода. Я могу в любой момент уйти. И нам нужно восстановить апостольское Евангелие, когда новый человек и Христос в нас, Он выступит вперед. И заключение я скажу. Когда Дух и Невеста говорят одно слово вместе, это говорит о единстве. Она говорит «Приди». Что значит это «Приди»? Это последние слова невесты, которые зовет жениха, но в этом все ее сердце. Я слышу в этом «Приди» очень много. В частности, это «Я готова». В этом слове «Приди» все сердце невесты. Да, мы с нашими братьями и сестрами зовем «Приди». Это наша молитва. Да, здесь наши братья и сестры, мы называем Его. Эти слова «Приди». Это наша молитва. Я заканчиваю. И хочу сказать, дорогие братья и сестры, что мы здесь, на востоке России, вызываем о восстановлении подлинной невесты. И на всяком месте мы хотим услышать и узнать голос жениха. И сегодня здесь, среди нашего общения, за которое я благодарю пастора Алайна, я хочу услышать, что говорит наша невеста. Да благословит вас Господь, возлюбленные братья и сестры и друзья. Принимайте то, что Господь дает в ваше сердце. Некоторые вещи не надо сбрасывать. Их надо принимать. Они не являются дьяволами. Это является крест Господа. И мы хотим нести этот крест вместе с Ним. Благословит вас Господь. Спасибо. Спасибо.